Новый собственник дома быта – московская фирма «Аквамарин» представляет городу свои планы по реконструкции здания и благоустройству территории. На первом этаже планируется сетевой магазин, а на втором и третьем, которые пока только в проекте, места для предпринимателей и офисы. Никакой тайны, да. На первом этаже подразумевается сетевой магазин продукта, на втором этаже часть будет торговля, не сетевая, и часть остается парикмахерская. У нас есть желание оставить некоторых существующих прошлых арендаторов, так как уже, кроме парикмахерской, пришлось всех временно убрать, потому что ремонтная работа, здание в плохом состоянии, все коммуникации заново приходится перекладывать. Соответственно, третий этаж, возможно, частично офисное пространство, так как тоже на это есть запросы. Ну, собственно, если будут оставаться там кассы, вот все, что было, мы только за, мы как бы, со всеми. И бытовых услуг. Да, да, мы готовы там. Бытовых услуг там будет достаточно, да, все эти ремонты там. И плюс еще мы же не единые собственники здания, есть еще со-собственники, у которых остается кончистка, какие-то фотоуслуги, то есть все это до сих пор функционирует и не будет прерываться, так как часть здания мы не реконструируем. Внешний вид обновленного дома быта будет гармонировать с окружающей городской средой и зданиями рядом. Или вот принципиально, если брать вариант в этом стиле и вариант в этом стиле, то вот вариант в этом стиле или вот в этом там предпочтительнее, чем вариант в желтом. То есть это первое, о чем мы говорим. Владельцам напоминают, что отдельной строкой должна быть прописана концепция организации рекламного пространства, а также о том, что при разработке проекта нужно подумать о парковочных местах, внятной и безопасной логистике. Питерская компания сейчас разрабатывает проект капитального ремонта части здания второй школы. Сегодня решают, каким будет фасад ремонтируемого старого здания второй школы после реконструкции. Пятерочки на Толмачево-1-2 и Трудовой дают добро на перепланировку и частичное изменение фасадов. Попутно напоминают представителю компании о благотворительности. Пятерочка без энтузиазма воспринимает просьбы города о помощи, например, ветеранам или инвалидам. Все высказали надежду, что руководство торговой сети изменит политику.